Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. С отцом, с отцом, дочкой не живём вместе и практически не общаемся. Он видел её последний раз, ну я так понял, 3 месяца назад. Сейчас ей 2 года и 7 месяцев он хочет её видеть и общаться, я не могу запрещать. Но переживаю, что мы с ним не найдём общий язык, а дочка всё понимает, а вдруг потом не сможет приезжать или не захочет. Как правильно поступить мне, чтобы не травмировать ребёнка встречи с папой, если сейчас она не знает его, а потом будет переживать. Как быть? Вот, вы знаете, читая ваш текст, у меня появилась, появилась, пока довольно, как мне кажется, простая и очевидная, на мой взгляд, по крайней мере, мысль о том, что вы же можете, в принципе, просто быть со своей дочерью в контакте. Вот. В том смысле, что, ну вот, пока, пока отец, ну, приезжает, ну, хорошо, пусть, пусть приезжает. Вот, не приедет, ну, и ладно, ничего страшного, мир на этом не закончился. Вот. То есть, это к чему? Это к тому, что ваша дочь, в любом случае, в любом случае, будет смотреть на вас. И на то, как вы реагируете на то, что делает, там, грубо говоря, значит, ну, и отец. Вот. Я бы сказал, что, если, если вы будете реагировать определенным образом, то и ваша дочь будет точно так же реагировать. Определенным образом. Вот. Я вот, честно говоря, не думаю, что здесь могут быть, ну, какие-то варианты другие. То есть, во многом, во многом, ну, к сожалению или к счастью, это зависит от раз, как будет дочь воспринимать, да, относиться к тому, вот, что может делать или что может не делать отец ее. Естественно, да, естественно, вы не можете запрещать отцу видеться с ребенком. Ух, это было неправильно. Вот. Но, на мой взгляд, вы можете научить свою дочь относиться к тем ситуациям, которые, ну, вот. Происходят плюс-минус адекватно. Вот. И плюс-минус корректно. Я думаю, вам нужно самой относиться к этим ситуациям вот таким образом. И, в первую очередь, да, наверное, не проектировать, не переносить на дочь своих собственных реакций. Вот. Понимаете? Потому что то, о чем вы говорите, это, вот, ну, на данный момент, на данный момент старый. Это, знаете как, больше похоже, больше напоминает ваши собственные какие-то страхи, ваши собственные какие-то переживания. Вот. И они могут быть, они могут быть, они, ну, более чем имеют место. Вот. Но, вот, очень важно, чтобы вы не приносили на дочь это. Вот. То есть, ну, вот, так это, по крайней мере, мне видится. Вот. Поэтому, если вы опасаетесь, что, значит, не сможете найти общий язык с, отцу, да, ребенка. То есть, это зависит от того, как вы себя будете ставить. Если вы думаете, что не найдете общего языка с отцом ребенка, то, наверное, у вас к нему осталось какие-то претензии. Вот. Ну, так, это нормально, что у вас, ну, что у вас остались какие-то претензии. Если они остались, да, то это абсолютно нормально, нормально. И, мне кажется, это нужно как-то принять, да, это нужно как-то прожить. Вот, если, ну, если это имеет место быть. И, соответственно, двигаться дальше, двигаться вперед. Вот. Я думаю, так. А, значит, вот вы спрашиваете, а как, 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 как быть, да? А, ну, тут тоже вот такой момент интересный. А, как быть, чтобы что, чтобы что? То есть, что вы хотите? То есть, найти общий язык с отцом ребенка можно, можно это сделать. Вот. А, только для этого нужно посмотреть, значит, ну, из чего состоит ваш конфликт. Что из себя представляет ваш конфликт. Вот. И я думаю, что уже как-то по этим моментам, да, будет, ну, плюс-минус понятно, вот в каком направлении вам, ну, двигаться, да, можно будет. Вот. А, значит, не хотите, чтобы ребенок переживал, если вот, ну, там, с папой, значит, ну, если папа как-то вот, ну, будет, значит, отдаляться, да, например. Ну, что ж, это тоже понятно, понятно, что вы переживаете, не хотите, боитесь себя, боитесь. Ну, так научите своего ребенка, в таком случае, научите своего ребенка тому, как к этому относиться. Вот. Просто научите его. И все. И никаких, никаких проблем не будет. Вот. Дело в том, дело в том, что сейчас, вот, ну, прямо сейчас, вы тревожны. Ваша тревожность, она связана, на мой взгляд, с активизацией, ну, скажем так, скажем так. Ах, некоторых потребностей, потребностей ваших каких-то. Вот. Я не знаю пока, пока каких. Вот. И, пожалуй, что не буду, это, предполагать, дабы не смущать вас. Вот. И так далее. Но, для вашей же пользы, да, для вашей же пользы, было бы здорово, если бы вы постарались увидеть, какую потребность, какие потребности вас активизировали, в чем вы нуждаетесь. Вот. То есть, ну, чего, чего вам хочется. Вот. Вот. И, может быть, получили для себя возможность это все реализовать. Вот. Тогда, тогда, глядишь, у вас не было бы этой самой вот, тревожной, тревожной ситуации. Вот. И, вам, вам было бы легче. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.